МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня 27 августа, четверг. Смотрите выпуски телеканала АСА. Прямо на детской площадке земля ушла из-под ног. Они здесь сидят ногами в эту дырку. Но дырка становится только больше. Расскажем, быстро ли отреагировали на проблему городские службы? А мэрия снова покупает тюльпаны для своей клумбы. Мы посчитали, чего лишились Ачинцы из-за этих букетов. Наша землячка Евгения Черемных покорила одну из семи вершин цвета. Да, ты, может, физически готов, морально готов. Но гора тебя напустит настолько, насколько она этого хочет. Дождитесь сюжет про Ачинскую альпинистку в нашем выпуске. Глубиной более двух метров. И это только на первый взгляд. Такой провал образовался недалеко от детской площадки на улице Привокзальной. Яму обнаружила местные детвора, а взрослые закрыли подручным материалом. Примерно около недели назад к нам подбежали ребятишки, которые здесь постоянно гуляют, и сказали, что на площадке возле дерева большая яма. Мы пришли посмотреть, там реально была очень глубокая яма. Но она была небольшая, может быть, в радиусе сантиметров 30. Ребятишки где-то взяли ленту, натянули, там заложили, чем могли. Ольга с маленькими детьми каждый день этой тропой проходит на детскую площадку. Опасается, что пострадать от падения могут не только дети и взрослые, но и домашние животные. Я позвонила в ЖЭК буквально позавчера, получается. Они сказали, мы уже с утра все заложили, передали сведения в теплосети, что это не наше дело, это их работа. Но вечером мы вышли посмотреть, была вот эта белая дверь. И я через окошко, мне хорошо видно, было очень много ребятишек, такого среднего возраста, подростки. Они здесь вот прям сидят ногами в эту дырку, дырка становится только больше. На улице скользко, неизвестно, что может произойти. Здесь ребятишки постоянно гуляют, вечером уже рано темнеет, трава мокрая, дождь каждый день. Кто-нибудь поскользнется, и все, и в этой дырке. Мы позвонили в теплосеть, но там от провала отреклись. Это, говорят коммунальщики, совсем не их территория. Теплотрасса тут не проходит, никакие раскопки тут не велись. Выходит, раз земля муниципальная, то и ответственность за нее лежит на городских властях. Заявку все же в единую диспетчерскую службу мы оставили. И буквально через 15 минут приехали специалисты. Сфотографировали, и на этом все. Это не какой-то единичный случай. Провалы, особенно после дождей в Ачинске, случаются. Мы подготовили целую подборку из наших архивов. Сфотографировали, и на этом все. Как сообщают нам жители улицы Привокзальная, к пяти часам вечера двухметровый провал возле детской площадки остался без изменений. Ни одна служба не приехала. Наталья Солдовник, Иван Амелькин. Новости телеканала АСА. Похоже, Ачинский ЗАГС все-таки дождется ремонта. Уже определился подрядчик, который проведет обследование, составит смету и проект. Этим займется Ачинский предприниматель. По данным сайта госзакупа, контракт заключен с Мариной Засухиной. Судя по информации в открытых источниках, в фирме около года, но она уже получала контракты от мэрии, оздоровительного комплекса «Сокол» и других бюджетных организаций. Что касается Ачинского ЗАГСа, подрядчик проверит как фасад, так и внутреннее состояние здания. Капитальный ремонт планируется провести на следующий год. Сроки и бюджет этих работ станут известны позже. Так что у будущих молодоженов, похоже, есть шанс пожениться в обновленном ЗАГСе. Ачинская мэрия снова покупает тюльпаны для своей клумбы. Ровно 8100 луковиц почти за 150 тысяч рублей. Интересно, что это повторяется уже много лет. Выглядит вдвойне странно, потому что тюльпаны считаются многолетниками. По данным сайта госзакупок, с 2014 года мэрия потратила более полумиллиона рублей только на тюльпаны. И купила за это время больше 40 тысяч луковиц. Этой суммы хватило бы на пару детских площадок, например, в Шенхае. Или скосить траву на заброшенных муниципальных землях. Или заасфальтировать дворовый проезд вдоль садика на 8 микрорайоне. Вариантов в неустроенном Ачинском море. Но очевидно, красота под окнами чиновников важнее. Замечу, что цветут тюльпаны около двух недель. Затем их выкапывают и в теории должны хранить до будущего года. Даже с учетом погибших и украденных, хотя бы половина должна сохраниться. Но нет, мэрия каждый год закупает новую партию целиком. И это выглядит либо как отмывание денег, либо как безхозяйственность. Какое официальное объяснение есть у Ачинской мэрии, мы сделали запрос. Добавлю также, что несколько лет тюльпанные контракты получает барнаульская фирма. Мы связались с ее представителями и выяснили, для озеленения луковицы могут служить несколько лет. И хранятся они хорошо, если их правильно хранить. У цветочной истории будет продолжение. Если, конечно, новая власть не изменит свое отношение к красоте и народу. Наталья Солдовник, Новости. Школьный недострой в 9-м микрорайоне снова продают. Уже в четвертый раз за этот год. Стоимость трехэтажного недостроя мэрия снижает с каждой новой попыткой. В этот раз продают его за 20 миллионов рублей. Причем, как указано на официальном сайте мэрии, приобрести его можно в половину этой суммы. В комплекте с полуразрушенными балками и плитами идет земельный участок общей площадью почти 10 тысяч квадратных метров. Пока разрешенный вид использования здесь значится – деловое управление. Это офисы. Магазины, кафе и развлекательные центры не подходят. Очередные электронные торги завершатся 2 октября. Напомним, предыдущие торги не состоялись, так как никто в роли покупателя так и не заявился. С завтрашнего дня в Ачинске и во всем крае открываются кинотеатры, заведения общепита и торговые центры. Такой указ подписал губернатор Александр Ус. Регион переходит к третьему этапу снятия ограничений. Разрешенный бизнес вернется к работе с особыми правилами. Столики в кафе и ресторанах должны стоять на полтора метра друг от друга. Кинозалы и театры заполнятся наполовину, а посетители и персонал везде должны быть в масках. Вот такие данные по заболевшим и выздоровевшим дает Краевой Роспотребнадзор. Краевой Роспотребнадзор Не можете справиться с пятнами на ковре? Не проблема! Звоните, все сделаем! Чистка ковров номер один. Профессионально чистим ковры всех размеров и видов. Заберем грязный и привезем чистый. Используем только экологичные, гипоаллергенные и безопасные моющие средства. Выводим любые пятна. Гарантируем результат и полную сохранность изделия. Подарите ковру новую жизнь. На Комсомольской 1. Мясной дискаунтер «Гобис» в Вачинске. Богатый выбор мяса по выгодным ценам. Для вас лопатка свиная 259, филе куриное 189, колбаски гриль 220 рублей за килограмм. За мясом в «Гобис» на улицу Кирова-3, склад 10. Межкомнатные царговые двери с гарантией до 5 лет. По суперцене в «Формике». Компания «Синт» представляет. Новые тарифы, новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. Сюжеты про безопасную дорогу в школу, похоже, у телеканала «Оса» стали сериалом. Про то, как не пройти к садикам и школам, мы показываем перед каждым учебным годом. На этой неделе снова напомнили власти, что она обещала. Мы всем, чтобы сделали нам нормальный подход, чтобы люди проходили до авиадуга, чтобы нормально машины могли передвигаться, грейдеры сколько просили. После этого сюжета Ачинцы сообщают в редакцию о новых и старых адресах. Многодетный отец из «Солнечного» показывает, как его дети пойдут на 1 сентября. Живем в 21 веке, но где вот это видно, что ни одного фонарика нет. Где это? Чтобы дети ходили в школу с фонариками, где это видно? Живет семья Закурдаевых в «Солнечном» на улице Коминтерна, а учатся дети в 10-й школе. От их дома до нормальной дороги на конечной остановке автобуса пешком шагать по грязи во тьме почти километр. Денис говорит, в мэрии ему не отказывают, но и дела нет. Будто здесь не люди живут, такое ощущение. Три года живу, и здесь нет освещения, ничего вообще. Дети учатся в школе, 10-й. Вот, ходят на автобус, что освещения нет. С утра встают, это рано. Туда доходят, уже то ли мокрые летом, а зимой то же самое мокрые, туда снега. С утра уводим и вечером так же встречаем, потому что темно, туда, тем более света нет. А это не черный экран, это фотографии дороги, по которой жители улиц Пушкинская, Владимирская, Новосибирская и еще нескольких ведут детей в 4-ю школу. Виадук через ЖД пути и подходы к нему выглядят устрашающие даже для взрослых. Кстати, здесь ОСА уже была 2 года назад по такой же проблеме. Похожая болезнь опасных дорог для Ачинска, хроническая. Или просто ее не лечат. Вильдан Калимулин, новости телеканала ОСА. Сегодня в Ачинском центре крови прошло вручение нагрудных знаков и присвоение звания почетный донор России. Как это было, сейчас расскажем. 23 Ачинса пополнили в этот день ряды донорах, удостоенных высокого звания. Открыл церемонию награждения заведующий центром крови в городе Ачинский Михаил Антипин. Он поблагодарил доноров за их бесценный вклад в сохранение самого ценного, что есть у человека – здоровья и жизни. А сами доноры говорят, что чувствуют ответственность за такую государственную награду. Максим рассказывает, что работает на железной дороге электромехаником и кровь начал сдавать с 2006 года. Сначала нерегулярно, а потом вошел во вкус. На награждение он пришел в компании своих сыновей. И вот сын у меня подрастающий, еще 18 ему лет нет, то есть сегодня моя группа поддержки. Ну, сказал тоже, пойду по стопам отца, как бы есть желание помогать людям. Супруг хочешь сдавать? Да, через год начну. Не обошлось без союзников и в семье заместителя главного инженера Назаровской ГРЭС. Супруга в этом году тоже по моим стопам пошла, начала сдавать, три раза уже сдала. Говорит, будут супруга и дальше продолжать кровь сдавать, пока медотводы не появятся. Причина тому… Чувство удовлетворения от того, что людям помогаешь, как бы, это нашему государству небезразлично. А награды от государства, со слов донора, только укрепляет это желание. Я так же, как все, то есть этот знак вручается после 40 кровоздач. Поэтому просто у меня по времени растянулось. Первая кровоздача была где-то, наверное, в 85-м году еще. Но это… Я был студент. Первая кровоздача была, так сказать, еще неосознанная. Там была военная кафедра, там было по приказу. Сказали сдать, значит, надо сдать. Но потом как-то организм стал требовать. Со слов заведующего центра крови, активность донора в городе Ачинске очень высокая. На сегодняшний день более полутора тысячи человек имеют звание почетный донор, говорит Михаил Антипин. И это только в городе, не считая район. Мы очень хорошо сработали пандемию. Практически не сорвали ни один выезд на забор крови. Здесь на станции мы работали регулярно. Естественно, меры предосторожности соблюдали, санитарный режим соблюдали. Но самое-то интересное, даже вот в период пандемии потребность компонентов крови нисколько не уменьшилась. А сейчас начинают открываться краевые учреждения для плановой госпитализации. И, естественно, потребность в компонентах крови еще больше возрастает. Поэтому еще раз выразить благодарность донорам, что даже в пандемию они к нам приходили. Что, как говорится, сдавали кровь. Молодцы. Добавим, что помимо личной радости, звание почетный донор России дает ряд льгот. Например, ежегодное единовременное пособие, отпуск в удобное для почетного донора время, получение путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы и льготная очередь в медучреждениях. Операция. Обычно это то, что наводит страх и пугает своей болезненностью и травматичностью. Но только не в этом случае, ведь эта лазерная операция вен выполняется без общего наркоза, через один иголочный прокол и занимает всего 30-40 минут. Причем сразу после процедуры пациентке предложат приятную прогулку без потери трудоспособности. Ноги Алексея вызывали у доктора немало эмоций. Ну почему раньше не пришел? Итог – срочная операция. Полгода назад Алексею выполнена операция по поводу крайней степени запущенности варикозной болезни. Через полгода мы наблюдаем замечательный результат. Клиника варикоза «Нет» – это инновационный сосудистый центр, экспертная диагностика и передовые технологии. География пациентов поражает воображение. Едут за помощью отовсюду. Здесь и Северная Америка, Европа и даже Африка. Принцип нашей компании – один, единственный и самый первый – не навредить пациенту. Поэтому всегда очень внимательно начинаем лечение с правильной остановки диагноза. Клиника лазерной хирургии «Варикоза. Нет». Город Красноярск, улица Партизана-Железняка, 26А. Телефон 205-4501. Ребенок постоянно сидит за компьютером? Превратите увлечение гаджетами в полезный навык. Алгоритмика. Школа программирования для детей. Приглашаем детей от 7 до 17 лет. Записывайтесь на сайте. Ачинск.алгоритмика.орг. Телефон 2-77-77. Эльбрус покорился Ачинке. Шесть дней ушло Евгении Черемных на восхождение к самой высокой горной вершине России и Европы. И это было ее первое восхождение. Как часто мы живем со своими страхами и ничего с ними не делаем. Но наша героиня из другого теста. Никогда гору нельзя покорить. Да, ты можешь физически готов, морально готов, но гора тебя напустит настолько, насколько она этого хочет. На вершину горы из группы, в которой была Евгения, поднялись не все. Некоторых спортсменов сняли с горной болезнью. Никакие трудности в пути не испугали Ачинку. Ведь покорять горные вершины Женя решила не случайно и была уверена в своих силах. Уже год, как она занимается парашютным спортом и любит преодолевать страхи и трудности. Это тоже экстремальный вид спорта. Завораживающий, красивый. А постоянно преодоление себя, преодоление трудностей. Я трусиха. Почему я пошла в парашютный спорт? Потому что я боюсь высоты. И поэтому преодоление себя. Во время восхождения, находясь уже на высоте 5000, Евгения заболела. Но спортсменка все равно продолжила свое восхождение. Выходили мы в ночь, в 12 часов ночи. Я даже немного плакала, но отступить я не могла. Я боялась, что я не смогу это все выдержать, не смогу подняться. После 5000 у меня откуда-то появились силы. Я почувствовала, что мне неплохо. Ну, конечно, температура 38-39 точно поднялась. Вся группа, конечно, восхищались мной. Можем лист вам? Да, я бежала почти вперед всех. Смотрю, всю группу уже покидают силы. У меня откуда-то взялись силы дойти до самой вершины. На вершину я бежала первая. Я упала на колени, когда пришла на вершину. И я не знаю, я не плакала. Хотя очень хотелось. У нас даже парни, говорят, ну, мы в очках были. И там парни, говорят, слезы, говорят, наворачиваются. Ну, говорят, вообще, говорят, ну, прям такие эмоции, что да, я победила себя. Ну, что я это смогла. Как говорит Евгения, она не собирается останавливаться на достигнутом. Спортсменка планирует вступить в альпинистский клуб. Ведь впереди у Жени есть цель. А она не привыкла сдаваться. В следующий год мы идем на Казбек. Да, в дальнейшем мы еще, конечно, пойдем на Белуху, на Алтае. Ну, а она по высоте не выше Эльбруса, ниже. Но по сложности очень сложно. Но к этому надо очень сильно готовиться. Женя – социальный педагог. И убеждена, что занятия спортом помогают ей и в работе. Ведь она показывает пример своим воспитанникам. И, как говорит, может, молодежь, глядя на нее, тоже начнет заниматься чем-то полезным и интересным. Там просто с Эльбруса такая красота открывается. Я такого никогда не видела. Выше облаков. Просто вот я смотрю, что облака примерно на 4 тысячах, а я на 5-600 стою. Выше облаков и хребты видны, горы. Красота, конечно, очень красиво. Татьяна Штерн, Мервидан, Калимолин, Телеканала САМ. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова